Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасенчик, это канал Стасенчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Genshin Impact. Чё, купился, да? Нет, мы с тобой проходим сабнафтику. Естественно, сабнафтику. Какой Genshin Impact? Ты о чём вообще думаешь? Не, ну чел, ну по правде, а? Genshin Impact. Нет, мы играем сабнафтику. Так, что мы с тобой в прошлый раз набрали? Надо посмотреть, из чего у нас делаются руки. Надо нам немножко попить воды. Надо нам с тобой немножко поесть. Вообще лестница это не мешает, смотри, хорошо. Последний раз мы с тобой сделали офигенную вещь. Получили супер-пупер генератор нам, ядерный реактор. Теперь у нас просто немереная энергия. И давай-то, давай-давай-давай-давай-давай-дам. Знаешь, что сделаем? Что же мы с тобой сделаем? Давай посмотрим, что можно приобрести у нас для... краба. Так. Рука захват. Бур. Бур, вот мне нужен бур. Рука захват. Нужен бензол. Упрощенное пересечение местности. Торпедная установка нам точно не нужна. Вот я бы вот это бы взял. Модуль глубины погружения было бы неплохо. Но у меня нету никелевые руды, я вообще не знаю, куда ее брать. Тепловой реактор. Ладно. Это тоже не можем, да? Ну, давайте хотя бы бур. Пять титана, литий, алмаз. Пять титана, литий, алмаз, да? Ладно. Литий, алмаз у нас, в принципе, есть. А титан мы давай сейчас наберем. Или на обратной дороге наберем. Не знаю, сейчас посмотрим. Мне, кстати, да, сегодня могут... Не то, что могут, мне позвонят. И я как бы прерву запись и начну ее только завтра продолжу. Вот. Просто я сегодня тогда буду занят. Как бы для тебя ничего не изменится. Для тебя будет все как обычно. Будет склеечка. Все будет четко. Так, а сколько там надо? Ой-яй-яй-яй. Так. Бур. Литий-1. Алмаз-4. Алмаз-4. Раз, два, три, четыре. Так, надо воду куда-то зафигачить. Можно вот сюда ее убрать. Хочу перетаскивать теперь часть воды сюда. Как бы на базе есть, пусть будет еще здесь. Почему нет? Так. Теперь ищем... Ищем, ищем, ищем металл. По-моему, три металла в нас влезет, да? Я думаю, да, должно влезть три металла. Так, один. Сабнафтика, сабнафтика. Ладно, у меня все те же. Я вначале попробую в ближайшую дырку свалиться, там минералов понабрать. А потом будем дальнюю уже чисто по сюжету пытаться продвигаться. Пока мы играем так в свое удовольствие. Чуть-то по... А фрагмент мотылька? Опускай. Почему нет? Чего валяется-то? Какая-то соль. Акулки вон летают. Все время говорю, летают. Не знаю. Не знаю почему, но почему-то все время так говорю. Не плавают, а летают. Хотя все это плавает. Так, что у нас здесь? Здесь я по-моему, вот эту вот часть уже пролетаю раз в десятый, наверное, за всю игру. Если не больше. Просто надо, хочется, чтобы было как можно больше запасов разных. Так, это что такое? Металл. Еще даже влезет. Много металлолома влезет у нас. Так. Все-таки какая классная игра, да? Прямо. Прямо столько от нее здоровского получаешь. Два. Отлично, отлично. Вот третий. Прекрасно. Еще кварц можно взять, пусть будет. Влезет. А то что ему здесь одному валяться, правильно? Сейчас мы сделаем бур. Бур у нас будет бур. А бур, это очень хорошо. Бур, это очень классно. Бур, это потрясающе. Да, а то что я сделаю, как бы, буры у меня нету. И что мне делать, как бы, остается. По сути, ничего мне делать не остается. Я ничего в том-то и делаю, что я сделать не могу. Так. Что, у меня сколько здесь? Здесь только два, да? Надо там. Что там, по-моему, больше надо в разы. Сейчас. О, база все-таки шикарная у нас. Прямо шикарная. Потом еще об устройствах, когда будем заниматься. А, стоп, подожди. Куда я? И пойдем делать бур. Смотри, энергия почти на максимум. Почти 3450. Пока соль доделается. Не, ну это здорово. Это классно. Матлюк. Так. Смотрим. Бур. Есть такое дело. Один, да, только? Рука, захват. Минзол. Расширенный комплект проводов. Расширенный комплект проводов. Но это можно на потом оставить. А пока можно на мотыльке сплавать. Посмотреть, что да как. Так сказать, проведать. Сделать. Сделать проверочку. Еще бы неплохо было бы, конечно, в мотылек электро поставить систему. Но я так понимаю, пока я не могу, да? Да, я не знаю, что такое полианилин. Я не знаю, откуда его брать. Надо будет потом. Если не найду, не пойму, откуда надо будет почитать. Так. Давай посмотрим. Капсула 3. Сигнал. Вот. Первое место. Куда мне интересно сплавать, мы в ма. Где она? Вон там. Нет, эта капсула опустилась на дно. Вот, возможное. Возможное жилище Дегаза. Сейчас мы будем смотреть. Пробовать как-то выплыть. Найти туда путь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вверх, 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 вверх. Так, путь здесь у нас должен быть один, через Расщелину, где-то тут. Так, а где Расщелина? Она же где-то здесь была. Вон там, что ли? Да, вот она, Расщелина, вот это. Там, по-моему, был какой-то прямой путь. Мы вроде бы как-то отсюда выплывали. Сейчас я еще проверю, я тут точно ничего не забыл, ничего не оставил. Мало ли. По виду вроде ничего не осталось. Вроде все забрал. Так, как-то в глубину тут, по-моему, можно плыть. И там вроде бы более широкий проход. Здесь просто очень много всего, что можно было бы надыбать. Всего, что можно было бы получить. Так, вон стоит штучка. Вопрос просто, в какую сторону. Либо вон туда надо. Либо куда-то туда, что ли. А, тут, подожди. Тут только один проход получается. А, нет, два. Все-таки, все-таки два. Один вон здесь, один вон там. Давай попробуем сплавать вот сюда, посмотрим. Что это там падает? Что это? Ах, что-то непонятное. Так, вулканы. Просто надо примерно так смотреть. Смогли бы мы где-нибудь здесь смотреть? Я вот это вообще не помню. Это что это? Это разбитая мини-база. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Видимо, они здесь что-то пытались. Как раз добывали-то все. В этих частях. Все, я заблудился. Нам хотя бы вот в эту область попасть бы. Каким-нибудь другим путем. Так, все, это я развернулся. Это я плыву обратно. Я понял. Значит, поплыли туда. Вроде как. Хотя нет. Я же вот как раз вулкан. Проплывал. Нет-нет-нет-нет-нет. Подожди, это круг. Сюда в любом случае должен быть еще какой-то путь. Я в этом уверен. Не может быть такое, чтобы через одну расщельную сюда все попадалось и все. Значит, ну, видимо, сюда. Планшета никакого нет. Просто я считаю, в любом случае здесь должен быть какой-то проход быть. Побольше, так сказать. Чем вот то, что мы имеем сейчас. Но это слишком смешно. Там ничего, там ничего. Нет, похоже, это единственный путь. Ощущение, что это все-таки единственный путь. Непонятно. Непонятно. Может, вон туда? Вон еще туда есть поворот. Как же сложно ориентироваться здесь. Просто столько ресурсов, и было бы в идеале где-нибудь здесь спуститься. Просто я, может быть, спуститься-то и спущусь на крабе, но... Поднимусь ли я обратно? Я, похоже, делаю крюк-крюк, сделал только что. Да, это я кругами здесь верчу. Хотя, может быть, здесь? Здесь? или делать еще одного краба который будет с концами внизу находиться это надо и бур второй тогда ах тут надо расставлять приоритеты как лучше а сможет крабы здесь прыгнуть давай посмотрим сколько здесь метров сто семьдесят 115 примерно на 60 метров надо прыгнуть причем это совсем другое место не там где мы опускались ну вот здесь я думаю краб еще сможет но нужен маячок тогда нужен маячок чтобы понимать куда ему прыгать 700 метров да вот база 700 метров вот в эту сторону над тогда маяк сделать это какая капсула 17 она у меня была да нет данные нового кпк обработаны журналозе день крышения я не знаю что за чертовщина происходит страшно наружу не выйду в воде под люком тени не могу сказать камни это или пришельцы рядом странного вида пещеры аврора везла все что только нам могло понадобиться для постройки фазовых врат переносные сборщики транспорта биореакторы пропульсионные пушки там был кинотеатр там был тренажерный зал с нулевой гравитации мой кафетерий не понимаю как мы оказались здесь я не знаю почему за мной никто не приходит потому что никто не может печалька какие неприятности до 17 капсулу подвергли так на что нужно ориентироваться но он там моя база получается прямо вот так вот на 90 градусов и туда смотря опять они сюда плывут а так надо делать маячок что нам для маячка надо у меня вообще есть не на его изучил сто процентов изучал да вот он радиомаяк титана медная руда у меня титана до фига и медной руды у меня тоже полно но не здесь хотя по моему мне нет здесь у меня помню то медной руды я не припоминаю давай попьем давай попьем поедим не влезает так опа а че это потребление энергия 3000 и в минус идет неактивен окей а это не справляется что ли и открывается чего так вот все нет активен а чё так плохо смотри что с анимацией случилось это видно у меня какой-то косяк понял да не хватает реактора она у меня сейчас этот пристыковался плюс сейчас ночь а мне тоже не хватает она просто распотребляется так вот уж то анимация пропала это как-то печалит не должно было так происходить так вода берем вода берем хорошо радио ничего так идем на циклоп посмотрим что у нас на циклопе творится ну смысле что мы сюда за медведем активны заодно воду сейчас успех нём где она у нас то вот тут по мы слева да нет справа значит вот это три бутылочки принесли так сюда можно кстати руки поставить руки 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 вот прошло и делаем радио маяки теперь 1 2 3 4 5 пусть будет 5 пусть будет 5 радио маяков вроде все нормально да у меня тут по ячеечкам 151 100 а чё там по заряду 79 двигатель выключен 79 так к чём не там надо где радио маячки то вот они теперь наша жизнь в этом плане повеселее будет они всего одно занимает прекрасно так давай сюда кварц закинем сзади алмаз где-то где-то в первом самом был дам и не сюда вот сюда закинем вот это все 100 100 100 заряд заряд 100 прекрасно так стоп поплыли на материке теперь к тому выходу попробуем его найти еще разочек рядом с 17 капсулой теперь перевод зато включен нормально это каждый раз загружается не все так сейчас мы под плывем сюда поворачиваем и вот так вот и плывем вон туда прям прямой сколько там 700 метров да смотри он мне на базе не чиниться почему-то я рассчитывал что будет чиниться он только заряжается можно кстати опуститься пониже там же внизу это капсула была как раз завала и так 700 метров и 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 где ты здесь маленькая пещерочка зараза или 500 метров не так не найду это или найду не это не то все-таки правильно он написал что тут очень много всяких завалов хорошо давай попробуем найти 17 капсулу вот правильно я где-то здесь где-то вдоль и вот этого всего я же как раз плыл и увидел ее и обломки я эти видео где-то чуть дальше значит лага где-то вот в этом направлении только вопрос блин не мог запомнить более конкретно вот я лох мне вот это вот память на местности здесь никакущая так дальше уже этот туда нам точно не надо вот вот она отлично так как-то тебя написать так что нам надо написать что нам надо написать вот вот в пещеру д газе один вот так да так и осталось название да правильно отлично так это мы сделали теперь надо найти вторую пещеру д газе дальнюю большую и посмотреть там у нас что так кают 17 можно вырубать вот эту возможная д газе 250 в принципе можно отключать опустилась на дно 12 метров можно выключать . встреча аврора выключаем вот это вот теперь д газе 500 метров где она у нас вот в пещеру д газе один отлично будем узнать что это для краба а так как дети 500 метровые так отключим зайдем включим вон вон она там тоже сейчас поплаваем найдем и поставим вообще аккумулятор не садится из-за солнечных батарей этих шикарно так 700 метров это где-то здесь уже там где-то неподалеку у меня капсула была точно вот зачем я капсулу то держал она тут может быть прям напрямую нет здесь надо именно пещеру найти а вот она да сейчас спустимся немножко посмотрим это она или не она не по-моему это не она вентиляция здесь есть но это не она не этот не она кстати красные камни надо их как-то обозначать рубинчики не наверно хотя их так много вот это что это за проход это все не пещера это все не то хотя вот здесь вон кусок лития капсула 19 я в ней я по-моему тоже был то да в капсуле 19 ничего нет значит я все здесь был значит надо найти ту капсулу 12 и ориентироваться на нее вот эту вон она да да 12 капсула и уже ориентируясь на нее плыть так это что это за кусок ей ок там внутри я был хорошо чтоб тебя точно не капсула 12 как-то она далеко находится опустилась на дно я помню что потом от капсула 12 я как-то кружил кружил по-моему от 12 она если рядом с вулканом с вулканической активностью рядом с лавой то это сто процентов там но как я тогда сюда попал непонятно может быть там другое место это наверное да там там же далеко плыть надо но хотя она слишком далеко но может все таки не 12 сейчас посмотрим сплаваем посмотрим у нас пока моталек есть он чисто такой вот сплавал проведал не ну как то это слишком далеко подожди что то здесь не то а а это 13 может 13 дегази 13 там вот в пещеру вот в пещеру рядом 17 15 проснул очень далеко 15 до 15 15 до 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 все помутнило. Нет, тут вулканом даже не пахнет. Значит, точно не 13-е. А 19-е тогда что за кап... Не, ну 19-ю я видел. Хорошо, 19-я нам не нужна. Дэнгази. Дэнгази. Все-таки мне кажется, почему-то рядом с 12-й капсулой там все было. Что-то сплаваем вначале вот на этом, на 12-е. Потом поплывем обратно. Просто что же тогда в 12-й в глубине, если это действительно та, которая с вулканической вот этой активностью. Что же за два таких похожих места? 12-е и... Дэнгази на 500 метров. Ночь, ночь. сразу моталек стал энергию терять 700 метров осталось что мне не пишет не звонит а ну хотя по времени еще пока пока не то что надо будем ждать дальше будем ждать дальше а сами пока полетим телефон если что достаточно далеко находится это просто настолько чувствительный микрофон я уже говорил то что у меня не настолько дорогой микрофон чтобы что-то такое придумывать важные показатели стабилизированы еще одна бутылка воды да ну да вот 12 все правильно это совсем другой конец а как так теперь мне интересно найти здесь проход но тут база было бы неплохо ставить очень неплохо тут и грибы которые бы нас защитили бы от всяких монстров и насколько я помню там прям такая пещера широкая блин надо починить надо бы починить широкая там достаточно такие ингредиенты вроде неплохие у минерала вот она да нет арка какая-то странная да это арка может только где-то вдоль этой арки вот он вход до но похоже но я здесь же все собирал да так сейчас добро пожаловать на борт капитан вот 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 думал что до газе на поплывем тогда посмотрим тоже она сто процентов она куда она ведет куда ведет это пещеры и вот здесь как раз нормально пройдет этот да вон смотри скелет от я помню скелета это сто процентов я думал что это вот она это оказывается не она оказывается додогаясь тут два с лишним километра может здесь тоже что-нибудь интересное есть вот тут ядовитое озеро и смотри здесь я вот сейчас уже восемьсот десять восемьсот двадцать скоро мне нельзя будет ниже спускаться зря наверное я здесь прям сохранить ну да может это проход для подлодки чисто как бы другой конец это получается она вдоль всего вообще нифига себе вот я помню что я как-то так заплывал в какое-то такое сооружение только тут кислород где-то был обнаружено инопланетная передача языковой анализ завершён осторожно внутри содержатся опасные материалы и формы жизни внутренние стены в этой секции значительно укреплены что указывает на намерение архитекторов либо не впустить что-то снаружи либо удержать что-то внутри каким бы ни был их план он определенно провалился где мой этот это лаборатория до как раз которая на глубине 800 метров то было это похоже она самая данные нового кпк обработаны о чем не можно сюда смотри и не подплыть можно нормально вообще тоже останки какие-то тоже можно нет нет так давай-ка возвращаться пробовать я в принципе если потихонечку может я здесь на мотыльке смогу проплыть конечно вряд ли но вот здесь да мне не позволит проплыть или проплыву проплыву так сохранимся еще разочек здесь вот разветвление а нет здесь данные были значит нам сюда биологические останки свидетельствуют что коренные формы жизни доставлялись в это строение и подвергались интенсивному изучению загружаются данные содержащие информацию о бактерии внимание обнаружены атипичные колебания плазменных белков крови рекомендуется провести самосканирование да это как лаборатория какая-то дм это стекло да да это стекло а что такое это не то место которым я думал между прочим не ну то который я хотел но не то которым изначально думал тут не было как раз тех ворот вообще какая-то другая местность потому что это и Смотрите продолжение в следующей части. Нет, да? Мне казалось, что я здесь что-то забрать могу, или должен, но что-то я не вижу ничего. Опа! А сюда нужно скрижаль вставить, чтобы получить еще данные. Угу. Угу. Скрижаль. Скрижаль. Так, хорошо. Как раз та самая лаборатория, да? Сейчас мы попробуем сделать само сканирование, как нам говорят. Ух, баш! Добро пожаловать на волшебство. Стражи долбанутые. Рекомендуется найти источник калорий. Что, отстали от меня? Само сканирование завершено. Бактериальная инфекция распространилась на кожу и легочную систему. Медицинский отчет загружен в базу данных. Необходимо найти способ нейтрализовать инфекцию. О! Все, пошло заражение. Медицинский отчет. Медицинский отчет. если что это по сюжету так должно быть все отлично может это вот эти с лучшим и что-то вот эти зеленые штуки мне нужны нет пластичный коралл явно не он мне нужен что же за зеленые ингредиенты мне нужен конечном итоге так подожди это вот вот башка да сколько данных интересных загрузили дерево какое-то достигнута предельная глубина и ее-ет jeder сколько данных интересных набрали Возможно, из жилища Дегази вообще прям далеко Блин, я и забыл, что я глубоко здесь уже не могу Давай тоже маячок еще один поставим Как его Большое дерево Большое дерево 900 метров Так, хорошо Вода и еда у меня пока есть Это хорошо Энергии пока хватает Это тоже прекрасно Давай выплывать потихоньку Вот в ту сторону Вот там, по идее, должен быть как раз Жилища Дегази Организм истощен Необходимо срочно найти источник пищи Как раз ребра вот эти Можно их просканировать? Нельзя Пойдите источник питьевой воды Да-да, господи, какая же она приставучая Важные показатели стабилизированы Можно пойти туда и туда Я предлагаю потихоньку все-таки выходить Пытаться Пойдем в ту сторону Но лишь только потихонечку Но базу точно надо будет с двух сторон делать Если не с трех То есть, по сути, еще Ах ты же, зараза Не туда Не туда Вот сюда Получается Нам еще две Две или три базы надо сделать Будет одну где-то посередке Одну с одного конца И вторую с другого Так, а что у нас там по времени-то? Угу Кстати, давай сохранимся Сейчас здесь эти пойдут Блин, а это много Много всего надо делать Надо, чтобы максимально безопасно было Как бы продумано По-умному Но зато мы нашли С какой стороны Сто процентов у нас Влезет циклоп Влезет циклоп Постараемся вот от этих избавиться Осьминогов Вот у нас наше жилище Дегази И вопрос Теперь В какую сторону Здесь выход Опачки А, только временно Я думал Волоси вырубил нас От электроэнергии Ха-ха-ха-ха Нормально вообще так Самое плохое Я не помню куда плыть А, ну вот Все Поверхность, да? Выше идет поверхность Все Отлично Тихо-тихо Зараза У меня дофига аптечек Отвали от меня Слышь, отвали от меня Хорош Так Где тут написать? Где тут написать? С какой стороны? Вот 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 Дегази Два Ну тут дофига всего У нас тоже А это Что с ним не так? Так Давай сохранюсь Я надеюсь У нас атаковать не будет Это же не охотник Иди сюда Я тебя хочу Осканировать Ха-ха-ха Да Ха-ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok Так, где мой мотылёк? Вон он Он относительно не злой Нет, 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 это мой мотылёк Не трогай его, не трогай его Мы уходим Мы уходим, мы уходим, уходим Сейчас, 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 я только Подлатай его чуток И мы сваливаем, мы тебе не мешаем Ничем Все, до свидания Отлично Отлично просто съездили Просто прекрасно, теперь у нас вокруг есть Вокруг все проставлено Все прописано, но этот не такой агрессивный Только если ему видно на пути Что-то попадается в определенном На определенном расстоянии, в отличие от того Стража, вот страж прям Агрессивный, агрессивный, а этот нет Хе-хе-хе Сейчас вернемся, все почитаем И наверное закончим, но эта серия уже слишком Она активная Потом будем думать Че да как Так Так Так, энергия вон как повышается На солнышке у нас Фух Ну сегодня было прямо приключение Так приключение Прямо приключение всем приключением Я остался под глубоким впечатлением Не знаю как вы Я говорю, хоть я играл, но играл я давно Когда она только-только вышла Можно сказать Потом я пробовал ее стримить Но что-то у меня не пошло Что-то у меня не пошло И вот Ну стримить не пошло Потому что надо быть все время здесь Вот внимательным надо быть Все время Как бы смотреть именно в саму игру А не на что-то обращать внимание Так, где мой нож Так, у нас еще кубы появились Так Отлично Забираем воду Отсюда забираем воду Забираем еду Так Раз Два Проверяем, что у нас здесь О, а теперь нормально Хотя я не перезагружался Может игра как бы прогрузилась Так, надо трить сюда Сейчас поставим Сейчас поставим Так, надо будет не забыть Выгрузить 3 кубика Ну это ладно Это поставим реактор открытым Так Это мы все посмотрели Левиафан призрачный, да? Обычный левиафан Педальщики паразиты Это давно еще Это местные формы Платоядные Да, это я давно все сканировал Бумеранг Так Умершие 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 Вот они Умершие Это мы потом все посмотрим Просто не сейчас Сейчас это капец Сколько всего Нам сейчас Главное Посмотреть По сюжету Что да как Интересно Гигантское дерево Вот оно Разные пузыри Какие-то кусты Какие-то медузы По хорошему Нам надо Короче туда Отправиться И взять Эти Да Вот кстати Виды скатов Инопланетные яйца Отчета заражения Бактерии Отчета заражения Бактерии Вы были заражены Ранее неизвестные Водные бактерии В настоящее время Она Она размножается В вашей кровеносной Системе Предполагаемый Инкубационный период Две недели В настоящее время Ваша иммунная система Борется с инфекцией Но неэффективна Вы уже можете Испытывать Гриппоподобные Симптомы И раздражение Кожи Предположительно Что они Острятся По мере Так сейчас Алло Ладно Ладно Хорошо Ладно Давай тогда Целую Так В настоящее время Ваша иммунная система Борется с инфекцией Но неэффективна Вы уже можете Испытывать Гриппоподобные Симптомы И раздражение Кожи Предположительно Что они Обострятся По мере того Как бактерия Будет брать вверх Ваша первоочередная Задача Ослабление И ликвидация Инфекции Рекомендуется Рекомендуемое действие Собрать дополнительные Инопланетные Исследовательские Данные По возможной Вакцине И изучить Механизмы Которые Позволили Коренной Экосистеме Подавить Симптомы Инфекции Так Яйцо Морского Дракона Его можно Было забрать Не знаю Так Остается Данные По инопланетянам Четыре Их мы Оставим На следующую серию А сегодня Тогда всем Спасибо за просмотр Всем хорошего дня Хорошего настроения Подписывайтесь На канал Если вам Понравилось Видео И Всем Пока Пока Подписывайтесь Подписывайтесь